Наша музыка. Наша. Ребята, в эти дни случилась страшная фигня на планете Земля. Карибский кризис, когда друг против друга встали США и СССР. Русская ракета, выпущенная с Кубы, сбила американский самолет. Мы были в одном шаге от ядерной войны. Сейчас спустимся под землю. Откуда велось радиоуправление ракетами с территории СССР? В этом месте я побывал. С нашим американским другом, который задал президенту Медведеву свой вопрос. Смотрите, мои глаза светятся. Это из-за радиации. Сейчас нас ждет симуляция полного ядерного апокалипсиса. Тим собирается показать вам свою Россию. Россия у Тима историческая. Вкусная, как эти пельмени. Россия у Тима красивая, как эта девчонка. В интернет-передаче «Царь подкаст» режиссер Павел Картаев. Привет, меня зовут Тим Керби. Я друг Павла Картаева и тот самый чувак, американский студент, который задавал вопросы президенту Медведеву на журфаке МГУ. Сейчас я покажу вам бункер Сталина. Так неправильно называют этот когда-то секретный объект, потому что Сталин приказал построить, а доделывали объект уже при Хрущеве. Это огромная дверь в бункер, которая защищает его от высокого уровня радиации. Кроме этой двери, есть еще двери против биологической угрозы. Давайте посмотрим, что внутри. Откройте! Дверь открывается медленно, она очень тяжелая, огромная, толстая. Как раз здесь вы можете видеть двери, защищающие от биологических атак. Так вот там одна, там другая, а в середине душ. По приказу Сталина бункер начали строить в 1951 году. Объект был закончен в 1956, через три года после смерти Сталина. Бункер был в строю до конца 20 века, но потом его рассекретили. В 2006 году бункер был выставлен на аукцион и куплен одной фирмой за 65 миллионов российских рублей. Теперь бункер стал туристическим местом, еще здесь можно провести корпоративную вечеринку. Это макет бункера. Вот церковь, которая расположена над объектом. Масштаб модели не точный, но вполне отражает реальное положение вещей. Мы стоим тут, в этом тоннеле, на этом конце. В макете есть намного больше вещей, чем в самом бункере, потому что, когда рассекретили бункер, пришлось убрать много техники и машин. Это пришлось сделать потому, что многие машины по-прежнему засекречены. Вы можете видеть на этой стороне поезд, это метро, которое проходит близко от бункера, и вот даже здесь слышно. Мы рядом со станцией Таганская, московского метрополитена. Здесь работали операторы радиотехники, офицеры связи отправляли и принимали сообщения. Я фанат старой техники, люблю такие взрывы из прошлого. Мне нравятся все эти машины. Давайте посмотрим на некоторые из них поближе. Сейчас мы расшифруем тайное сообщение. Вы видите, что сообщения хранятся на бумажной ленте. Интересно, что шифровка сообщений делается разными алгоритмами. Это значит, что кодировка постоянно меняется. В этом тайном сообщении скрыт гимн Советского Союза. Его текст был где-то в этом беспорядке цифр. И мы его расшифровали. Это очень круто. А вот как в бункере все выглядело бы при ядерном ударе. Алло. Председатель Совета Министров Союза СССР Никита Сергеевич Крущев. Говорите. Выпускайте. Да, это было интересно. Теперь мы в самой глубокой части бункера на глубине 65 метров. Во всех других зонах бункера системы фильтрации воды работают отлично. И все сухо. Но тут кажется, что системы не работают. Кажется, что мы прямо в болоте. В этом месте были дизель и генераторы. Их запас был рассчитан на 25 дней. Но с минимальным расходом можно было бы продержаться 3 месяца. Один интересный факт о бункере. Его трудно осознать. Бункер не был рассчитан на выживание в ядерной войне. Он нужен был для того, чтобы нанести ответный удар. В бункере питание и отопление рассчитано было на 25 дней. Вот вам и мрачная сторона этого места. Это бункер одноразовый. Климат в бункере очень прохладный. Его влажность не зависит от времени года. Даже если зайдете в бункер летом, обязательно возьмите с собой куртку. А зимой все наоборот. Тут приятно. Как я сказал раньше, когда рассекретили бункер отсюда, вынесли много машин. Но кое-что и оставили. Вот тут часть актуальной системы выпуск ракет. Внутри все пусто. Все кишки этого станка удалены. Прошло 30 лет, но до сих пор все это страшная тайна. И так мы никогда не узнаем точно, что было внутри. Он любит Москву. Он любит Москву. Он любит Москву. Наши.